я приветствую всех любителей вкусно покушать в особенности те кто любит покушать полезно сегодня у нас пп рецепт вы все очень сильно просили жаждали вот держите кстати говоря этот рецепт еще и будет полезен тем у кого там с сахарком проблема но от этого всего это блюдо не менее вкусным будет сейчас вы сами во всем этом убедитесь прожимайте лайкосики думайте что вы будете писать в комментариях под видео на ю тубе ведь ваша поддержка мы не так и необходимо лайки и комментарии в этом способствует ну что друзья начинаем я забыла вам сказать что мы готовить тугую но в принципе вы по названию видео уже все это увидели готовить мы будем свекольный салат с говядиной да для этого нам конечно же понадобится свекла которую мы завернем фольгу я буду использовать две штучки свекла сырая свежая хорошо помытая заворачиваем фольгу прям плотно так вот раз со второй свекло делаем то же самое заворачиваем фольгу берем лоток для духовки кладем сюда свеклу и отправляем в духовку запечь нашу свеклу минут на 40 на 60 нам нужно чтобы наша свекла полностью приготовилась путем запекания в духовке теперь мы берем постный кусочек говядины слегка его присолим со всех сторон здесь действуйте по своему вкусу и слегка поперчим черным молотым персиком здесь тоже действуйте по своему вкусу присыпали слегка у так натерли и отправляем пароварку закрываем крышечкой и включаем нашу пароварку примерно на 30 минут здесь смотрите по куску своего мяса соответственно время регулируйте исходя из этого нам нужно чтобы наша говядина полностью приготовилась мы достаем наше мясо из пароварки кладем его на фольгу заворачиваем и в таком режиме ждем пока она остынет а тем временем у нас дойдет в духовке свекла а тем временем подготовим все остальное что нам потребуется для нашего салата мы берем репчатый лук и режем его полукольцами мы обжариваем лук на сковороде на оливковом масле лук обжариваем до готовности чтобы он стал мягенький золотистый красивый но не пригорел наш эх лук лучок уже обжарился и мы выкладываем его в емкость который будем замешивать наш салат чтобы он начал остывать тем временем достаем нашу свеклу у нас уже прошло положенное время аккуратненько чтобы не обжечься разворачиваем нашу свеклу отправляем ее в кастрюльку которая стоит у нас уже в раковине и заливаем холодной водой чтобы остудить нашу свеклу пока наша свекла остужается берем огурец и нарезаем его брусочками нашу говядину мы нарезаем ломтиками для начала разрежем напополам ну и теперь вот такими вот ломтиками нарезаем нашу ну и нам осталось нарезать нашу свеклу я уже ее почистил от кожуры и режем ее также как огурцы брусочками порезанные огурцы мы слегка при соли ну чтобы было немножко вкуса здесь по своему усмотрению действуйте можете вообще не чуть-чуть их перемешаем чтобы соль распределил прям можно сразу с луком для свеклы мы предварительно берем отдельную емкость отправляем ее сюда поливаем немного оливкового масла и перемешиваем это делаем для того чтобы наша цикла впоследствии не красила другие ингредиенты отправляем свеклу нашу емкость для салата отправляем сюда наши ломтики мяса несколько штучек можете оставить чтобы потом салат украсить ну и берем руку лук и добавляем наш салат теперь нам нужно аккуратно легкими движениями перемешать равномерно наш салат теперь осталось подать наш салат выкладываем на тарелочку так вот горочкой вы можете подавать его как порционно так и в общей тарелочке ну и сверху положим кусочки мясо которые мы оставили для подачи и слегка польем наш салат оливковым маслом прям несколько капель наш салат готов и можно его кушать вот такой вот замечательный салатик у нас сегодня с вами получился давайте его попробуем берем свекла огурчик и мяско добавляем все это руккола свекла просто замечательно вкусно руккола дополняет ее своей горчинкой но мясо во всей этой истории остается мясом очень интересное и самое главное очень полезное сочетание продуктов свекле содержится очень много всяких витаминов которые необходимы нашему организму ну а мясо приготовленное на пару дополняет все это своей полезностью ну руккола огурец и все это больше ничего нету но вот эти вот продукты дают определенный общий вкус которые вот ну глядя посмотришь на этот салат такой думаешь это чок да это чем может быть вкусно это реально вкусно вот приготовьте и попробуйте вы же просите у меня всякие разные вкусные и полезные рецепты держите будут на канале и такие кто следит за моими соц сетями знает что я не так давно начал тоже худеть а то вдруг кто-то случайно попало это видео и подумают что тут же оба стоит нам рассказывать про какое-то правильное питание друзья все не зря я тоже применяю и практикую это в своей жизни надеюсь перспективе это даст свой результат кто согласен ставьте лайки пишите в комментариях что вы думаете по поводу этого рецепта пишите какие-то свои простые полезные рецепты про правильность я уж не берусь судить потому что это знаете так вот если у тебя правильно значит у кого-то неправильно ну я так не люблю просто полезно пишите в комментариях давайте пообщаемся это еще и развитие канала способствует но на сегодня всем пока до скорых вам встреч живите вкусно живите полезно живите смачно и прекрасно пусть у вас все будет хорошо до скорых вам встреч пока пока и